всем привет я на работе утро забыл тренировку ходьба выключить у и утра у нас уже 4 июня вот время летит обалдеть вроде только первое было уже четвертое я жду клиентку она предупредила что опоздает она с другого района с противоположного конца города ездит ко мне в общем написал что скорее всего опоздает ничего страшного потому что она у меня сегодня одна вчера клиентка которая записалась на авито на вечер на 6 часов на педикюр вчера же и отменила запись спасибо что предупредила хотя бы я написал все хорошо больше пока никто ничего не писал одна узнала цену только я и все расписала подробно хотя у меня прайс там на двух фотографиях ну и все цена наверное не устроила так что так я подготовила рабочее место жду ее придет вот эта девушка которые делали из 33 по моему влога красные ногти такие с белыми крапушками мухоморчики не их назвала вот она придет что по поводу вот этого вот держателя мотыляется он от каждого ветерка сейчас я одного все у меня входная дверь закрыта не знаю буду мотыляться нет а вчера я начала работать там была дверь открыта девчонки открывают и вот он и так вот мотыляется и все мотыляется и все мне опять пришлось вот этот вот штатив повесить на лампу снимать так что если трясется вот этот кадр когда я показываю именно работу пока так получается не обижайтесь как могу снимаю стараюсь конечно улучшить качество ну не знаю я никак не подберу вот это наверно выброс денег все таки хотела я сначала купить прикручивающиеся потом дома зачем нет прикручивающиеся возьму на при на прищепке куда надо мне туда и прицеплю сейчас вот ветра нет он вроде бы как висит и висит не знаю у одни растраты с этими у меня тут весь кабинет в этих штативах так что вот такие дела что еще из новенького духота невозможная я пришла опять вся мокрая что-то я стала с возрастом как-то духоту хуже переносить раньше лучше я переносила сейчас невозможно прям знаете какой-то апатия не хочется ничего делать вообще абсолютно не готовить не убирать муж говорит ну включай сплитуху а я люблю чтобы были окна открыто а чтоб сплит включить это надо все запечататься и сидеть закрытым так что вот так сейчас если успею покажу чем я работала а кстати хочу насчет вот этого нового геля молочного сказать который я показывала 5 50 граммовая банка вот эту я хотела прозрачная заказала моему по ошибке молочной вчера я делала им укрепление вот эти цветные ноготки которые не буду открывать в общем цвет молочный не плотный началась жара материал течет пока в лампу донесла руку половину ногтей по стеклу пришлось это все выпиливать в принципе так гель мне понравился пока ну да вот он не перекрылись ты такой молочный но не плотный можно было даже немножко поплотнее но я же заказывала на самозамес и прозрачный вообще заказывала так что для самозамесов будет хорошо просто вчера решила попробовать его в работе не знаю это мне кажется жара повлияло ну и пёк он ей в лампе но у нее ногти тонкие я пришли мне пришлось снять полностью материал потому что она два месяца ходила там ее мастер куда-то уехал плюс она в больнице лежала у нее там все в отслойках пришлось полностью убрать материал тем более она захотела молочка у нее был такой камуфляж какой-то бежевый так что вот так не знаю как относится этот гель посмотрим ну то что я вчера измучилась наверное надо уже вот этот вот фонарик вот этот вот который висит для верхних форм ты бери им фиксирую а потом в лампу то что невозможно половина ногтей прям растеклось такие плямбы давно такого не было это называется началась жара то грели материал теперь материал жидкий не знаю как сегодня буду работать посмотрю сегодня на работу с утра собираюсь в общем веронику отвела в садик пришла кофе пью такой муж видят что у меня настроение не курить что такое что случилось это ничего не случилось были не знаю какое-то настроение апатия какая-то говорю прям ничего не хочется не убирать не готовить вообще ничего какая-то я не знаю непонятное настроение шлюп на шлюпах у меня каблуки потрескались короче начала телефона мне походу не видать на день рождения с этой вытяжкой ну и в общем все в этом же духе он говорит ну почему говорит ну давай возьмем тебе телефон на день рождения я вообще не хочу день рождения мы не будем отмечать игры да дело не в отмечании хоть отмечай хоть не отмечай года прибавляются а ты не хочу не радует день рождения короче какое-то такое муж на меня так жара влияет прям изматывает там изматывает так что вот так заберем сегодня веронику пораньше не будет у нас оставаться спать в обед муж заберет ее сегодня я отработаю тоже и пойду дома готовить сертификат еще вот этот вот надо повесить это тот все подрать старый скотч или тут вот нового поналепить не буду оттирать новый тут поналеплю вот сюда повешу меня висел это я онлайн курс мастер бровист в январе брала вот этот сертификат висел 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 висела недавно в пятницу пришла он валяется короче надо тут все переклеить я сегодня пока 1 в офисе поэтому у меня дверь открыта в общем жду клиентку да она опаздывает уже на 16 минут на цвет на тебя и буду бабочкой короче каждый ноготь разный да просто да я так бабушка с дедушкой пипец какой-то фуксия какой вот этот желтый но яркий такой вот это там но просто я для себя чтобы запомнить вот это не плотный цвет это полигель такой да если цветник к тебе нужен плотный то там есть похожи цветы сейчас покажу цветник вот смотри яркий вот это слишком я не давай тот тот который но все если будет он тебе если покажется не слишком ярким тогда и просто лишь я же бабочка просто полигель я буду бабочкой бабочки да с чего ну как вас выпускнуть да вообще замечательно чего там дали набор первокласс у нас один вечер в садике выпускной а второй день во второй день у нас была забронирована эта игровая комната в советском районе нас вообще там так круто четыре часа классно вообще такой блин банкет и от молодцы родительский комитет вот мы сдали по две с половиной именно на игровую комнату даже не по две с половиной вышла побольше ну там вообще и программа и еды и напитков всем хватило всем короче было весело посмотрим как они относились твои мухоморчики их назвала помнишь мухоморчики это укрепляли жидким полигелем на и на той руке все целое да да смотри чуть-чуть только уголочек так длину убираем как всегда все овал да да клиентка ушла в общем она как всегда сама все выбрала все цвета сразу сказала я хочу то 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 все взяла палитру две минуты выбрала и все в общем что мы ей делали база фокси нанорабер база заказала я кстати себе еще одну базу как придет покажу чтобы была не только такая но еще какая-то другая у меня есть еще из старых запасов база каучуковая но я не хочу и почему-то использовать мне кажется что она подделка так желтый был вот такая база от x nail нет вернее это было не это перепутал у меня вот они вот этот цвет был более желтенький такой цеплячий цвет это x nail база неоновая где вот этот цвет как бы фуксия сиреневый был вот такой вот у нас полигель на или 27 номер я ей сказала это не цветник он не вляжет плотно если будет недостаточно цвета я добавлю похожего цветника потом один слой она сказал нет все хорошо достаточно не нужно ничего добавлять где не было вот этого 27 полигеля я укрепила ей все ногти немножечко тоненько молочным полигелем 27 от фокси чтобы неоновые базы легли ярче ну и чтобы укрепить потому что база мне чуть не очень доверяю так и оранжевый был вот такой то нее неоновый 533 от фокси цветничок которым я себе на ногах покрыла финиш был тоже от фокси супер глаз так а вот вчера делали которые яркие ноготочки девочки я показывала вот этот вот новый свой гель я попробовала сегодня я работаю у меня так ничего не растекалась а вчера я работала вот этим гелем я говорю пока на руку до лампы донесет он весь растекался то ли он сам такой ну да жидкий гель да вот этот гель довольно жидкий в общем им работать нужно прям очень-очень быстро он жидкий все-таки да я его брала для самозамесов но и так можно работать решил испробовать вчера в общем пока она руку в лампу донесет он весь растекается пришлось потом спиливать эти все затеки как относится посмотрим базу я и делал тоже фокси на на rubber база в общем потом по кончику сделали сделала растяжку разноцветными неонами адрикоко 80 неоновый вот такой потом и сделали ей вот такой желтенький по моему да такой лимонный более лимонный тоже неоновая база и такой зелененький неоновая база от x nail растянула это все кистью для градиента и перекрыли финишем с блестками этим новеньким который я вам показывал и получились такие красивые летние ноготки а вот ногти где с человечками девушка мальчик и девочка молочные ногти сердечки держит половинки в общем да вот я делала вот этим вот ей укрепляла жидким полигелем shine07 вот я его перелила в баночку и за того что я перелила в баночку очень быстро отработала я уже сказал на 20 минут где-то быстрее все-таки надо все перелить в баночку я вчера пару флаконов перелила база тоже фокси была у нее наклеечки сделали выбрали вот такие отели вот из этой серии love она сначала сказал мне не нужен дизайн а потом я у нее спросил под конец игры чудо же вообще ничего не на одном ноготочки не хотите он говорит нет ну можно чего нибудь я и достала наклейки и слайдеры в общем она посмотрела и выбрал вот такие наклеечки и финиш был у нас обычный супер глаз взяла сейчас опять свою новую вытяжку интересно же поставила на стол к этому дай-ка попробую все-таки включить может и в маникюр и ее можно будет нормально использовать настроил вот эту гофру в принципе она нормально вот ничего не держится то есть не падает не свисает вот я ее направила она и так и держится в этом направлении вот включая включила сейчас включу освещение освещение конечно слабовато для работы интересно как будет отверстие засасывать ну что в маникюре попробовать не знаю даже вот тут вентиляция такая выдувает может быть даже попробуем не только в педикюре но и в маникюре использовать выключается довольно быстро на кнопку нажала прям секунды все и выключилась так что вот так как поработаю с ней тогда уже точно скажу нравится мне или нет пока ничего не могу сказать сегодня я работала маникюр делала коррекцию своим старым пылесосом этим настольным засасывает он прям довольно неплохо 3 скорости у него как я уже говорила в общем попробую может быть даже и в маникюре как он будет опил собирать потом расскажу пыль на пятках легче все равно чем опил гелевый в общем посмотрим пахнет новеньким ручку аппарата я не знаю в общем решу что делать все я на сегодня отработала сейчас побегу домой нужно приготовить поесть то я вообще ничего не готовила так вероника уже дома завтра он ко мне приедет клиентка которая я я про нее уже рассказывала 10 лет ходит только ко мне и вот сейчас я переехала и она ко мне вот сюда вот в этот кабинет приедет третий раз ну гель лаком она не покрывает духи которые мне дарила да я показывала во влоге там типа больше не ною что-то как-то он так назывался вот она мне дарил духи общем завтра она придет ко мне приедет ко мне на маникюр и педикюр с обычным лаком а может быть совсем без лака не знаю может на ногах чем-нибудь покроет в общем видно будет я закинула инструменты сейчас их помою положу на просушку и пойду домой на сегодня буду заканчивать свой влог всем хорошего настроения отличной погодой всего самого сразу прям отключали воду надолго товаре какие-то вот с 22 мая отключили на профилактику до 31 на 10 дней и все должны были включить опять авария какая-то вот сидите без горячей воды да ты знаешь вот и сказать и без воды без воды сказать не скажешь муж у меня из чайника поливается вот открываешь воду она идет холодная с горячего крана уже привык и нужно долго спускать вот он сегодня ушел за клубникой а я быстренько быстренько потому-то думаю кашку сварить как всегда на завтрак я если тыквенную варю то мне на три дня хватает большую кастрюлю вот сегодня закончилась длину немножко уберем да 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 конечно конечно свет конечно вот такие то дела и он ушел а я уже это кашу сварила открываю кран а там идет такая теплая вода примут да я помню там тем летом когда на профилактику начали жарень мы тоже мылись в такой у нас она не ледяная шла она нагревалась прям в трубах вообще вот но я был же это вот что тут вот только вот начались теплые дни а до этого это было как-то прохладно и я это грела на сейчас вот так вот чайник поставят ну там найти зайти на кухню невозможно это солнечная сторона нет у нас она есть есть она у нас и была сплит систем но мы не включаем за мужа не включаем вот если сейчас ее включать надо же там опять тоже это вызывать мастера что там внутри тоже профилактику сделал ну терплю из-за него вот хотя бы на кухне бы маленький какой-нибудь надо кондиционерчик вентилятор хотят ну да и вот я прям хорошо прям вчера вечером голову помыла тоже момент вырвала полчаса спускала воду вроде пошла а сегодня вот помылась и ему говорю позавтракали грюди по человеческий душ примет не из чайника сам себя поливаешь вышел как раз я уже выходить и он из душа хоть и груно вот человеком себя почувствовала надо а вчера и сигналы вот эти кабельное телевидение тоже меня стал сигнал пропадать смотрели смотрели телевизор вечно чур и эти но нет этого от геля липкие немножко на ручку у меня вероники вчера температура поднялась а сегодня нету ну и она спала я ушла у нее ночью наверно 40 было она прям аж как эта лихорадка не дала лекарства на и проспи сейчас полегчать не знаю что долго не было последний раз я не помню когда наверное в начале осени даже если не летом тем такая температура по-моему даже тем летом последний раз а я это у нас у сестры у меня вот и внучка сейчас сестра живет в частном секторе у нас тоже там на Багульске ну туда вот в сторону частного сектора вот и в прошлой на той неделе ее внучка вот захочу это сама пить землю она говорит ну пусть зайдет а они живут где-то там на тракторном дачном поселке дачный массив и вот она зашла главное у нас и побыла полчасика ульянка татьяна на следующий день говорит ульянки температура а вы говорит ничего я говорю ничего она говорит а то вот у нее температура не заразила она вас я говорю ничего вроде бы нормально ну вот у нее только один день вспышка какая-то вот я посмотрю на садик не пошли нам дали на лето садик уже в другой другой да только ой на все лето или вот на месяц июнь июля в августе уже долго я помню тогда это ну сын еще когда тоже один месяц только разрешали в июне посещать а уже в июле все освобождаете перед школой ну все вот у нее один день вот это вот почему-то температура побыла и все и она прошла у нее сейчас начала уже в школьный лагерь ходить по июле видит вот это во фролово в пионерский на мой лагерь там где-то а в августе уже дома что она в 4 класс пойдет отличница девочка ничего на тех вчера тут это пили вы уже начали опять вроде бы еще ничего ей банки не мыла от совы у меня всегда расслаивается все равно вот этот палец да у вас всегда на этом месте короткий да да сейчас уже если мою чуто химию то там жир вот этот зелиться этот хорошо он этот раз вину моет одеваю перчатку хоть такую вот быстро одену вот когда красишь вот эти пластиковые какие-то прозрачные полиэтиленовая ну да полиэтилена помыла и выбросила я умею чуть много накопилось сразила волосы когда там же всегда есть коробочки эти перчатки это вот это новая вытяжка я взяла для педикюра ни разу еще не пробовал все не будем тестировать вытяжка что она делает есть хорошие вытяжки но они окну такие громоздкие я искал себя по компактному не знаю нашла она из китая шла не знаю по саду ну да вообще чай не предлагает не жарко не сможет похоже нет нет я выпил час отручает у старалась чтобы он не горячий заварил единственный утром пью сладкие потом все без сахара утром мой завтрак каша и бутерброд сыра в сейчас идет сейчас идет кем-то Всем большой привет! Нет, я на работе, сегодня уже 5 июня, уже вечер, я второй раз на работе. Ой, этот раз сейчас ехала второй раз на маршрутке, такая духота у нас на улице. И вы знаете, я так обрадовалась, что мне сейчас не нужно на маршрутках никуда ездить. Вообще, настолько душно там, невозможно. Раньше ездила целый час в другой район на работу. Так что так утром я с вами не здоровалась, настраивала здесь все у себя, новую эту вытяжку. Клиентка приходила моя постоянно, я на ней испробовала. Попросила ее подержать телефон, когда пятки ей пилила. Она подержала, ну что могу сказать? Пятки, пыль от пяток, если направить, вот если направить к куфру, куда нужно, все засасывает отлично. Я даже почувствовала по дыханию. Раньше у меня все в лицо, я дышала эту пыль, а сейчас мне стало намного легче дышать. Так что вот так вот, короче, надо к ней приноровиться. Я вот смотрите, тут сейчас свет включу. Смотрите, приспособила я вот так вот вытяжку. Вот этот держатель, который брала для телефона, вот так вот прицепила его на прищепки, направила. Он на пружине и поворачивается. Пружина достаточно жесткая, поворачивается, в общем, как надо. Вот я на эту пружину гофру буду пока направлять, вот так закреплять в нужном направлении. Лампу прикрутила к себе на этажерку. Так что вот так пока что. Можно даже ручку со временем купить, чтобы от стронга. Стронг все-таки я не хочу ручку отсоединять и присоединять вот к этой вытяжке. Здесь же есть, я показывала гнездо для ручки аппарата. Две скорости здесь. 18 и 35 тысяч оборотов на форварде и на реверсе. Ну, 35 тысяч оборотов вряд ли там. Но, в принципе, на педикюре 35 тысяч оборотов они и не нужны. В общем, буду так пока. Потом посмотрим. Вот так вот у меня сейчас. Беленькая вот так вот все. Черно-беленькая. Сертификат бровиста так пока и не повесила. Мне как-то пока. Дитё заболело не кстати. Все, включила сериал. Скоро должна подойти клиентка. Так, ну что, вечер. Уже время. Восьмой час. Отработала я клей с клиенткой. Сделали полный педикюр с покрытием. Девушка была с Авито. Хорошая девушка. Подписалась на мой канал. Не знаю. Говорит, интересно посмотреть. Короче, вот так. Ноги, честно скажу, сложноватые были. Я не стала лезть глубоко. Побоялась много срезать. И думаю, лучше я не дорежу, чем залезу глубоко и будет кровить. В общем, выбрала она светло-розовый цвет. Не стала я ничего снимать после. Времени не было. Вот эта вот с новой вытяжкой я никак еще к ней не приноровилась. Вот так вот. У меня тут кругом был такой вот кавардак. Я ничего не могла найти. С первой клиенткой она не делала гель-лак, педикюр, которая с утра была у меня женщина. Было как-то поспокойнее. А это прям вот что-то я какая-то еще вот думаю, что Вероника у меня болеет. Короче, у меня вот так вот все. Ну, что могу сказать по вытяжке. Да, гофра. Гофра, конечно. Если бы гофра держала, было бы отлично. Потому что пыль с пяток она прям хорошо засасывает. Вот единственное, сейчас я придумаю, что с этой гофрой. Как я уже показывала, я вот эту на прищепке держатель прикрепила. Вот так вот. Ой, в общем, не знаю. Да, кабинет нужен больше, что не говорю. Чтоб купить хорошее оборудование, дорогое для педикюра. Какая-то я вся взъерушена. Нужно побольше кабинет. Потому что вот этот кабинет, чтобы прям сделать его прям действительно комфортным, с хорошим оборудованием для педикюра. Места здесь очень мало. Так что вот такие дела. Ну так, в принципе, как сказать, пыль с пяток собирает хорошо, да. С гофрой нужно что-то придумать, чтобы она направление лучше держала. Так пока пойдет на первое время. А там посмотрим. Может, буду даже подыскивать какой-нибудь кабинетик побольше потихонечку, если что-то попадется. Ну, чтобы здесь было тоже в радиусе. Не знаю. Это пока у меня только в голове мысли такие. Не знаю ничего, девчат. Может быть, буду так пока. В принципе, меня устраивает местоположение хорошее. Возле дороги все здесь. Прям тихо, спокойно. В офис. Никого здесь из смежной сферы нет. Мне здесь нравится. Единственное, да, очень тесно. Так что вот так. Сейчас помою инструменты и пойду домой. Записалась еще одна клиентка. Главное, пишет мне с утра еще на Авито. Есть окошки, короче, когда у вас на коррекцию. Ну, я ей написала сегодня в 13.30. Либо посчитала, когда муж выходной. И в субботу ей предложила. Она написала. Хорошо, давайте на субботу. Да, написала. Напишите мне свой номер телефона. Свой номер ей скинула. Все, тишина. Ничего мне не написала. Вот сейчас, вот вечером, 20 минут назад. Пишет. Мы с вами общались на Авито. Все в силе в субботу в 10. Я пишу. Ну, во-первых, вы не написали мне свой номер. А без номера я не записываю. Во-вторых, не в 10 было время. А на 11. Она такая, а что, время уже заняли. Ну, я ей написала. Не заняли. Записать вас на 11. Она, в общем-то, написала. Хорошо, запишите. Так что, вот так вот. Я ей написала, что ближе к субботе напишу вам для подтверждения записи. Так что, снимаю я свой педикюрный фартук. А, что мне бы немножко понравилось в этой вытяжке еще. У него, у ней вентиляционное отверстие. Прям хорошо выдувает. И прям дует мне на руки. У меня руки в перчатках меньше потеют. А так у меня руки вообще, вот когда духота начинается, у меня начинают ужасно потеть руки. И прям пот капает из-под перчаток. А это она мне задувала. Прям вентиляция хорошая. Прям вот мне на руки. И у меня так руки не потели. Так что, вот такие дела. Пошла я домой. Всем хорошего настроения. Хорошей погоды. Ну, духота, конечно, это жесть. В общем, всем всего самого хорошего. Спасибо, что заходите на мой канал. Подписывайтесь. В общем, спасибо, девчат, и не только девчата, за любую активность. Я очень рада, мне очень приятно. Буду рада новым подпискам. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok